Аслам Жаня посетил полностью восстановленные школы В селах Аракич и Атара В Минобороне подвели итоги подготовки за прошлый месяц Ряду военнослужащих, проявившим мужество и отвагу В ходе тушения пожара 14 августа, были вручены грамоты Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил инфекционную больницу Ознакомился с положением дел Средняя школа села Аракич, пострадавшая от пожара В марте этого года полностью восстановлена и готова принять учащихся В торжественной церемонии открытия учебного заведения Принял участие президент Аслам Жаня Глава государства ознакомился и с ходом подготовки к учебному году В средней школе села Атара, где также был произведен капитальный ремонт Финансовую помощь в восстановительных работах обеих школ Оказали депутат парламента Резу Зантария, члены армянской общины Абхазии Во главе с председателем Аликом Миносяном и жители сел Все детали в репортаже Лауры Капш В преддверии начала учебного года президент Аслан Жаня Посетил среднюю школу в селе Атара, у Чемчирского района В которой завершился капитальный ремонт Глава государства осмотрел классы, учительский кабинет и спортзал Часть полы новые, часть восстановили, но лагерь все поменяли Эта школа теперь предстанет перед учениками в новом облике Здесь заменили крышу и все окна Свяжили фасад, отремонтировали все кабинеты Добавив на стены различные тематические материалы из школьной программы В восстановлении школы проявил инициативу и оказал существенную финансовую помощь депутат парламента Резу Зантария Его поддержал председатель армянской общины Абхазии Алик Миносян, а также жители села Президент поблагодарил всех, кто занимался ремонтом школы и выразил уверенность, что теперь здесь будет больше учащихся Восстание Абхазии Алик Миносян Продолжение следует... 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 где я с удовольствием буду преподавать. Мы еще смогли в этом году выделить лучшего учителя школы, наградителя денежной премии. И все эти средства были направлены из 100% заработной платы, получаемой мной от депутатской деятельности, которой в настоящее время я являюсь депутатом. Президент также принял участие в открытии восстановленной после пожара средней школы села Ракич. В преддверии 1 сентября Слан-Бжаня поздравил всех учащихся с началом учебного года и поблагодарил меценатов, оказавших финансовую помощь в восстановлении школы. От всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Случилась беда, сгорела школа. Наверное, многие переживали, что к 1 сентября невозможно восстановить школу и начать учебный процесс. На самом деле, в мире очень много бывает чудес благодаря достойным людям. И такие достойные люди у нас живут в Абхазии. И их имена хотел бы я назвать. Это представители армянской диаспоры, руководитель Алик Минасян. Это жители села, это руководство района. Это депутат от вашего округа, Зонтария Резо, глава района, Биг Вава. И многие-многие другие строители. Замечательная школа, в которой прекрасные педагогические традиции. Выпускники этой школы неоднократно подтверждали свои большие знания. Я очень рад этому обстоятельству. Желаю всем добра детям, которые пойдут в школу. Я уверен в том, что они получат здесь глубокие знания. Пожар в Аракической школе произошел в марте этого года. Там обучались 76 детей. После пожара учебу они продолжили в Атарской средней школе. 1 сентября Аракическая школа вновь примет своих воспитанников. Я помню, как 23 марта в ту же ночь позвонил Алик Миносян, Резо Платонович Зонтария. И сказали, ты ни за что не волнуйся. 1 сентября дети пойдут в школу. За что вам огромное спасибо. И не только восстановление Аракичинской школы, а также и Атарской. Жителям села, которые на второй день уже убрали весь мусор. Еще здесь горящие огоньки были, балки горящие. Организовались, сделали свою работу педагогическому составу. Всем-всем, кто принял в этом участие. Также еще раз поздравить завтрашних первоклассников, родителей и пожелать успехов всем. Мы были с вами свидетелями беды, которая произошла в школе села Аракич. И рука об руку стали участниками доброго дела. Сегодня мы видим прекрасный результат, отметил председатель армянской общины Алик Минасян. Сегодня мы можем видеть прекрасный результат. Мы формируем наши здания, а потом они формируют нас. Казалось, что поднять из пепла в такие короткие строки просто невозможно. Но когда к делу подключается мастерство специалистов, добрые сердца людей и огромное желание, все становится под силу. Обладателем такого доброго является Татулян Рубен Альбертович. Розов Платонович, вы стояли рядом с первых секунд трагедии. Показываю достойный пример заботы о своих людях. Спасибо вам. Огромная благодарность нашей строительной бригаде. Во главе Геннадия Гомисония. Спасибо каждому, кто помогался, переживал. Это правда. Была общая работа, результат которой нас собрал. С открытием школы всех поздравил и министр просвещения Инал Габлия. Дорогие жители села, дорогое руководство, уважаемый Ислан Георгиевич, поздравляю вас с этим сегодняшним днем. Это действительно победа района, села, государства, что мы смогли воссоздать школу. И вот завтра, уже 1 сентября, дети пойдут в первый класс, кто-то в 11 класс. И мы снова будем праздновать эти события вместе в совершенно новой школе. Спасибо огромное за поддержку. От администрации Чемчирского района школе передали компьютер и принтер. А депутат Резу Зонтария от себя лично подарил всем первоклашкам портфели. Лаура Капш, Аля Скорсая, Заур Кварджа, Абхазское телевидение. Аслан Жаня проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на водозаборном сооружении в селе Тамыш. Как рассказал депутат парламента Резу Зонтария, жители села изъявили желание пользоваться питьевой водой из скважины, которую обнаружили еще в советское время. Вода была высокого качества, и ею пользовались на хлебопекарном заводе в Тамыше. Так как остальные имеющиеся в селе скважины и колодцы не соответствуют современным стандартам воды, было принято решение строить водопроводы собственных средств, пояснил Зонтария. На приобретение труб было потрачено 9 миллионов рублей. Пробурили скважину, построили водозаборное сооружение. Завершить ремонтно-восстановительные работы и тем самым обеспечить 170 дворов села высококачественной питьевой водой планируется к середине сентября. Затем Аслан Жаня выехал на Ингургэс. Президент посетил первую перепадную ОГЭС и турбинный зал Ингургэса. Председатель совета директоров гидроэлектростанции Ливан Мебони рассказал о работе станции. Аслан Жаня также осмотрел ремонтную базу ГЭС, после чего провел совещание с руководством станции Черноморэнерго. Президента в поездке сопровождали вице-премьер, министр экономики Кристина Узган и председатель парламентского комитета Резу Зонтария. Глава государства отметил некоторые улучшения в обеспечении населения электроэнергии. Однако, как подчеркнул президент, много проблем в этой сфере остаются нерешенными. Мне нужно было самому посмотреть, как обстоят дела на станции. Станция работает в штатном режиме, коллектив подобран профессиональный, директор человек очень опытный. И в этом смысле здесь все хорошо. Есть вещи, которые выходят, скажем так, за рамки возможностей человека. Это природный фактор. Количество воды, которое будет накоплено, имеет важное значение в плане объема выработки. И ситуация в этом году, она чуть лучше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, осенью мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать. Поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток для нужд населения Абхазии. Есть экономические подходы, они реализованы во многих. И нам нужно будет идти по этому пути. Другого варианта просто нет. Другие разговоры, они носят исключительно надуманный характер. Это популизм. И сыграть на этой проблеме политическую игру. Выработка товара и его доставка стоят денег. Эти деньги необходимо платить. Так же, как мы платим за хлеб, за муку, за сотовую связь и за другие товары, которые мы потребляем. Электроэнергия – это товар, который мы потребляем. У него есть себестоимость. Это первое. Второе – производитель. И тот, кто доставляет эту электроэнергию, помимо себестоимости, у него должна быть хоть какая-то норма прибыли. Иначе им этим заниматься невыгодно. У нас энергетика была подчинена политике. Так долго продолжаться не будет. Это исключительно отрасль экономики. И она должна жить по экономическим правилам, по экономическим законам. И мы должны это усвоить. Расширенный репортаж о поиске президента на Ингургэ смотрите в ближайших выпусках новостей. Министерство обороны подвели итоги подготовки за август. В ходе встречи также был зачитан отчет об участии делегаций Минобороны в 11-й Московской конференции по международной безопасности. А ряду военнослужащих, проявившим мужество и отвагу, в ходе тушения пожара 14 августа были вручены грамоты. На отчетном совещании была Рада Чичава. В ходе расширенной встречи, посвященной подведению итогов работы Министерства обороны за прошедший месяц, начальник генштаба Владимир Савченко рассказал, что вооруженные силы в августе занимались по плану подготовки. В частности, были проведены тактические, тактико-специальные учения подразделений специальных войск и летно-тактические учения. Войска решали учебно-боевые задачи, в том числе и с российскими войсками, по плану совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации, и вооруженных сил Республики Абхазия. В ходе учений войска и силы показали возросший уровень полевой и летной выучки, способность решать задачи, характерные для современных боевых действий, днем и особенно ночью. Мы достигли положительных результатов в плане повышения потенциальных возможностей вооруженных сил. Эта задача находится на особом контроле главнокомандующего вооруженными силами, президента нашей страны, правительства страны. Тем более, на эти цели выделены немалые средства. И в этом плане значительно повышена техническая оснащенность вооруженных сил, повышена боевая и мобилизационная готовность. Владимир Савченко отметил, что достигнуты положительные результаты подготовок. Он также рассказал, что подготовка вооруженных сил к праздничному параду победы ведется в плановом режиме. В ходе отчетной встречи военнослужащим Минобороны были вручены грамоты за мужество и отвагу, проявленные в ходе тушения пожара, имевшего место 14 августа. Поощрены военнослужащие Министерства обороны и Генерального штаба. Грамотой министра обороны награждается подполковник Виквискири Астамур Валерьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Также отдельно был зачитан отчет об участии делегации Минобороны в 11-й Московской конференции по международной безопасности. Делегацию возглавил министр Владимир Ануа. В рамках конференции министр обороны провел ряд встреч с руководителями ведомств других стран. В этом году 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, представившей свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. 15 августа в рамках форума делегация Министерства обороны Республики Абхазия приняла участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности. В мероприятии приняло участие свыше 800 делегатов из 76 стран мира. Дальнейшее обсуждение продолжилось без представителей СМИ. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В инфекционной больнице Сухума сохраняются пиковые нагрузки. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил лечебное учреждение, ознакомился с положением дел, пообщался с пациентами. Подробности в материале пресс-службы ведомства. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинспектировал работу столичной инфекционной больницы. В летний курортный сезон количество обращений в инфекционную больницу Сухума традиционно растет. В этом году ежесуточно врачи оказывают медпомощь около 150 пациентам. Об этом главе Минздрава доложил главврач медучреждения Астамургуния. Если в предыдущие годы летом медперсонал был в основном сосредоточен на ротовирусных заболеваниях, то в этом году картина существенно изменилась. В республике все чаще вспыхивают такие инфекции, как коклюш, корь, ветрянка. Сыграв на опережение, руководством Минздрава было принято решение об открытии так называемого мельцеровского бокса. В боксированное отделение госпитализируют больных со смешанными болезнями, с неустановленным диагнозом, находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями. Некоторое время назад, в прошлый мой приезд, мы с Астамур Горбевичем, с Ермой Джунганой говорили о том, что особо опасные инфекции не присутствуют в нашем обществе, поэтому крайне необходим мельцеровский бокс, который благодаря помощи правительства был сделан, отремонтирован с нуля на территории инфекционной больницы. Колоссальную помощь принес сейчас нашим гражданам, тем людям, которые нуждаются в такой медицинской помощи. Значит, Астамур Горбевич говорил, что поступала корь, особо опасная инфекция, другие виды инфекции. Вот сегодня тоже лежит пациент с подозрением на мельцеровскую инфекцию, специализированную в мельцеровском боксе, который сделан по всем нормам санэпидрежима с двумя санпарпускниками. Вот сейчас мы говорили о том, что соседний бокс тоже, наверное, будем искать финансирование для того, чтобы обеспечить инфекционную больницу дополнительным мельцерским боксом, потому что, учитывая те реалии нагрузки, которые есть сегодня в республике в плане инфекционных составляющих, он крайне необходим. Очень много у нас инфекций, которые нельзя смешивать. По мнению главврача больницы Астамурагуни, вспыхивание инфекционных заболеваний спровоцировано пренебрежительным отношением граждан к вакцинации. В этом году мы столкнулись с тем, что количество больных разными инфекционными заболеваниями резко возросло. По всей видимости, это связано еще с тем, что и количество отдыхающих у нас, наверное, возросло. И с этим тоже связано, естественно. Ну и почему-то в последнее время наши люди, наши граждане очень неохотно стали прививаться от разных болезней, в том числе коклюш. Вот в этом году очень много больных у нас было. В основном это все младенцы. У нас были даже 20-дневные младенцы у нас лежали, месячные, 5-месячные. Очень много их было и сейчас, в данный момент тоже проходит лечение. И понимаете, вот Мельцеровский бокс, вот только мы закончили ремонт, буквально на следующий день у нас поступила коря, это особо опасная инфекция, которую нельзя смешивать с другими инфекциями. И благодаря тому, что уже у нас был готовый бокс, мы убрали оттуда больных с коклюшами, и положили туда больного скорую, подвержденным. И как бы, я думаю, что мы таким образом распространению, как бы, воспрепятствовали кори. Это особо опасная инфекция, очень летучая инфекция, очень контагиозная, заразная инфекция. Но благодаря вот этому боксу у нас получилось отграничить его и воспрепятствовали распространению. На сегодняшний день инфекционная больница оснащена всеми необходимыми медикаментами, как для оказания экстренной помощи поступающим пациентам, так и для планового стационарного лечения. Большое количество обращений в инфекционную больницу. Мы видим отзывы, которые идут со стороны тех людей, которые сюда обращаются. Практически, я бы сказал, я не слышал таких ситуаций, когда люди со стационара данного уходили в аптеку для приобретения тех или иных медикаментов, раствор, системы и так далее. Все на месте обеспечивается в инфекционной больнице. Поэтому это хороший посыл. Я думаю, что и в будущем мы будем также коллегально подходить ко всесложным вопросам, чтобы пациент не страдал. Открытие мельцеровского бокса в столичной инфекционной больнице – существенное подспорье в плане погашения очагов распространения инфекций разного плана. Вместе с тем в Минздраве отмечают, что для полноценного функционирования медучреждения одного бокса недостаточно. С начала года более 8 тысяч амбулаторных пациентов прошло через инфекционную больницу. Город помогает стационарным больным. Одним словом, есть плотное взаимодействие со стороны городских служб, со стороны Министерства здравоохранения. Но есть большой объем работы, который должен был быть выполнен на территории инфекционной больницы. Потому что с каждым годом количество гостей приезжающих увеличивается. Очень много поступлений амбулаторных. Мы уже говорили о том, что в пиковой нагрузке до 150 амбулаторных пациентов поступают в инфекционную больницу. Приехали наши коллеги из Башкортостана, которые в ротационном порядке, вахтанным методом на месяц приезжают в летний период. Уже второй год, за что отдельная благодарность нашим российским коллегам. Но нагрузка не спадает. Несмотря на то, что уже практически лето закончилось, в среднем до 120 пациентов четки все равно поступают в инфекционную больницу. Это все равно и пока пиковые нагрузки. Глава Минздрава пообщался с пациентами, поинтересовался их нуждами. Также поговорил с российскими врачами, которые командированы в инфекционную больницу и оказывают нашим медикам помощь. Эдуард Будба выразил им благодарность за их работу. Сотрудниками уголовного розыска Гудаутского районного отдела внутренних дел раскрыто два преступления. Далее в нашем выпуске оперативная сводка МВД. Задержан подозреваемый в краже, совершенной из автомобиля в городе Гудаута. Чичба Саид Дианбевич 1986 года рождения уже дал признательные показания в Садейном. Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району при личном досмотре изъяли у задержанного похищенный телефон. В общем, присутствие понятых, присутствие задержанного, обратите внимание, телефон фирмы Blackview. Экран разбитый, включается, нету сим-карты. Так, супаковываем в белый бумажный конверт. В отношении гражданина Чичба по факту совершения кражи с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело. Расследование проводит орган предварительного следствия Гудаутского РОВД. Следственной группой того же подразделения расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 223 УК Республики в отношении Губаза Вадима Мироновича 1994 года рождения, проживающего в городе Сухом. Наркотическое средство метадон, как установлено в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району, изъяли при личном досмотре у данного гражданина, который был задержан в результате оперативных мероприятий в селе Куамархуа. Снаружили прозрачный пакет, внутри которого белое порошкообразное вещество. Уважаемые понятые, обратите внимание, пожалуйста. К последнему вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотического средства без цели, сбыто совершенной в крупном размере. Губас, вам задается еще раз вопрос. Что за данное вещество у вас в кармане было обнаружено, с какой целью и для чего вам это вещество? Вещество метадон для личного употребления. Для личного употребления вещество метадон. На момент задержания гражданин Губас пребывал в состоянии наркотического опьянения налогичным веществом, а также под воздействием наркотического средства марихуаном. Расследование продолжается. С 5 по 12 сентября в Абхазии пройдет марафон образовательных мастер-классов технической направленности «Мобильный технопарк» для школьников 5-11 классов. Марафон будет проходить в Сухоми, Гагре и Гале при поддержке Федерального агентства по делам СНГ соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству совместно с детским технопарком «Квантариум» из набережных Челнов. Программа марафона предусматривает проведение 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории на базе грузового автомобиля «КамАЗ». Школьники с нетерпением ждут начала учебного года, в то время как на плечи их родителей ложится непростая задача – подготовить детей к учебному году. Задача не из простых, особенно для многодетных семей. Магазин одежды «Катон» предоставил возможность семье подопечной благотворительного фонда «Кераз» выбрать одежду совершенно бесплатно. Было решено помочь семье Рамаза Гиндия, в которой 8 детей, четверо – школьники. В канун первого дня нового учебного года детей пригласили в магазин, где с помощью консультантов они смогли выбрать одежду, соответствующую школьной форме. По словам сотрудницы фонда «Кераз» Камы Гопи, директор магазина «Катон» всегда оказывает фонду поддержку. 15-летняя Алина Смирнова из Вологды спасла 9-летнего Матвея Паламачука из Нижнего Тагила. У мальчика во время купания в море свело мышцы судорога, и он стал захлебываться, сообщает пресс-служба МЧС. ЧП произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунты. По словам Алины Смирновой, купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду мальчик долго не выныривал. Девушка бросилась спасать ребенка. Все закончилось благополучно, отмечается в сообщении. В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества Алины Смирнова, чьи грамотные действия спасли жизнь мальчика. Глава администрации Сухума Беслан-Эшба проинспектировал различные локации по столице, где проводятся ремонтно-восстановительные работы в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сразу после новостей смотрите репортаж пресс-службы городской администрации. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 1 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19,24, днем 28,33, температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Абхазское телевидение продолжает свою работу, а я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова